Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ-покупку из магазина Wildberries. Здесь, конечно же, уже отсутствуют товары, которые я покупала из раздела косметики, но, в принципе, основная часть все-таки содержится в этом пакете. И давайте начнем. Первое, что я вам покажу, конечно же, это краска Kine Made in Germany в оттенке Гавана. Кстати говоря, хочу поблагодарить магазин Wildberries за то, что всегда упаковывает любой товар в надежную упаковку. Вполне возможно, конечно, что это сам поставщик, по регламенту будем говорить. А может быть и нет, потому что, судя по коду, это магазин все-таки Wildberries. Очень приятно получать товар вот в таком вот виде. И, конечно же, сейчас я не буду скрывать, это у нас с вами оттенок 573, оттенок Гавана. Гавана, если вы посмотрите по табличке оттенков палитры данной компании, вы увидите, что это что-то среднее между шоколадным оттенком и темно-таким, знаете, коричневым. Именно какой-то средний такой оттенок, возможно, с переливами, ну, немножко в светлой. Сложно понять, потому что в интернете невозможно, к сожалению, найти именно полную палитру в настоящий момент. То есть, скорее всего, на сайтах просто указана не совсем верная информация. Ну, давайте пойдем дальше. Конечно же, видео о покраске я также сниму на видеорегистратор, соответственно. Давайте посмотрим. Следующее хорошее предложение было. Это мужской шампунь Clear for Men. Посмотрите, опять же, как все упаковано. Это, конечно, пупырчатая пленочка. Очень приятно, что ничего не повредится, не вытечет, опять же. Все доходит в первозданном виде до покупателя. Вот такой вот шампунь здесь 400 мл Ultimate Control 2 в 1, глубокое питание кожи головы, шампунь против перхоти. Ну и аромат приятный. Интересно, что стоимость 400 мл сравнима практически со стоимостью 200 мл. То есть там была какая-то акция, тем более у меня есть еще своя персональная скидка, как у покупателя, который делает достаточно часто покупки в этом магазине в Wildberry. Соответственно, по персональной скидке мне вышло еще дешевле. Следующее. И у нас начинается с вами обувь. Сейчас буду немножко шуршать, но что поделать. И, конечно, хочется показать новые сланцы. От компании Berton, что-то из этой серии. Я вам сейчас кратенько расскажу историю. Дело в том, что буквально пару месяцев назад я покупала тапочки сланцы фирмы Defonseca. Честно говоря, мне сложно даже их показывать и страшно даже в кадре показывать, потому что они настолько уже измазались. И, конечно, о них я сейчас тоже пару слов скажу и даже покажу. Собственно, вот такой вот тапочек от фирмы Defonseca. Вот так вот он выглядит. Он уже просто грязненький здесь. Его, конечно, очень страшно показывать. Но хочу вам рассказать немного про материал данных сланцев. Этим сланцам всего лишь два месяца. И мне не очень нравится их подошва. И вообще, собственно, они стоили небюджетно. То есть цена их была с моей персональной скидкой где-то в районе 800 рублей. Ну, конечно же, эти сланцы не стоят своих денег, потому что буквально практически сразу же при носке обнаружился аромат неприятный именно от самой стельки. И запах со временем не прошел. То есть обувь была некачественной. Ну, конечно, мне срочно нужно на замену купить нормальные сланцы. И вот, собственно, на замену этим сланцам Defonseca, которые made in Italy, естественно, фирма итальянская, я купила обычные вот такие вот сланцы практически чуть дешевле. Где-то они мне в районе 600 рублей обошлись. Но они выполнены из другого материала. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим эти тапочки. Если вы видите, тут немножко, конечно, согнуто. Я думаю, что сейчас камера идеально передает структуру самого материала. Вы видите, из чего она сделана. Запах, конечно, присутствует, но такого заводского типа. Но в отличие от сланец от фирмы Defonseca, они, конечно, кстати, 41 размер, самый максимальный. Длина стопы здесь 25-25,8, если не ошибаюсь. В отличие от фирмы Defonseca, они имеют другой материал. И я уверена, что после душа или если вдруг нога вспотеет чуть-чуть, пахнуть они, конечно же, не будут. Поэтому купила такие вот сланцы. Кто думает над фирмой Defonseca, брать или не брать, прошу обратить внимание, потому что это, конечно же, ужасно. То есть вы одеваете сланцы, и через 5 минут у вас просто неприятный запах. Звучит, конечно, жестоко, но это факт. Это реальность, это практика. И поэтому обязательно смотрите. И опять же, все-таки нужно понимать, подойдет вам эта обувь или не подойдет. Несмотря ни на что, в данные сланцы они чем удобны? Если вдруг вы что-то разольете, ну, вдруг, да, там готовите, или, допустим, вы вышли из душа, то здесь никакого эффекта впитывания не будет. Соответственно, эти сланцы очень в этом плане практичные, в отличие от сланцев Defonseca. Ну, взяла, посмотрю, поношу, вам точно все скажу. Возможно, просто сделаю, как бы, некий комментарий такой к данному видео, посмотрим. Вот, ну, конечно, не ожидала от этой фирмы Defonseca такого. Конечно, там буквально через 3 дня уже было заметно, что какой-то такой запах неприятный присутствует. Но оказалось, опять же, что это заводской. Но при этом оказалось, что нет. Поэтому, прежде чем покупать, обязательно думайте, тестируйте, смотрите, открывайте, вскрывайте и решайте. И последний товар, который был также заказан в магазине Wildberries, это, конечно же, кеды от фирмы M25. Очень люблю данную фирму. У них очень много интересных бюджетных вариантов. И в этот раз я также взяла, правда, уже из парусиновой кожи. Ой, из парусиновой ткани. Выглядят они, конечно, вот таким вот образом. Они беленькие. И что хочу сказать. Сейчас у меня есть такие кеды от этой фирмы M25. В предыдущих видео будет ссылочка, кстати, на этот магазин, где я тоже тестирую M25 беленькие. Я их проносила целый сезон. Хочу сказать, что они достаточно хороши в носке, удобные. Не к чему придраться вообще абсолютно. Сейчас у меня другие кеды тоже от этой фирмы есть. Они из искусственной кожи. И верхняя часть, к сожалению, не могу вам показать, так как они сейчас у меня находятся в коридоре. Ну, приблизительно я вам покажу на этих кедах. То есть здесь выполнено в дырочку, в такую красивую. И здесь они также с дырочками. То есть кеды из искусственной кожи, но они дышащие. Очень удобные. Удобная у них подошва. Да, она прямая. Да, она на платформе. Но при этом все достаточно удобно. Ну и давайте рассмотрим новые кеды. Они мне вышли за 900 рублей, кажется. Здесь все достаточно качественно прошито, несмотря на некие зазоры, которые вы здесь можете видеть. Ну, конечно же, если что, можно подклеить. Но при этом они достаточно солидно выглядят. Здесь у нас есть некий такой дизайн. No. D. Я не знаю, что это такое, честно говоря. Вот, но достаточно солидно, стильно. Будет идеально смотреться с платьями, так как у них очень интересный носочек. И здесь, конечно, у нас с вами внутри все достаточно качественно выполнено тоже. Дизайн Эвана Моргана. Ну, запах присутствует. Это резиновая подошва, но он не такой термоядерный. Вот, то есть там тоже самое все из ткани сделано. Единственное, что моей ошибкой в прошлом году было, что я их решила помыть, так как они у меня немного потемнели. Помыло, и они у меня пожелтели. И мне пришлось выкинуть. Я говорю про кеды, которые были с розовыми шнурками. Я обязательно ссылочку на видео оставлю вам, чтобы вы посмотрели. Вот, кеды достаточно стильные, интересные. Опять же, их можно носить практически со всем, со всей одеждой. И с юбками, и с брюками, и с платьем, в общем, и с шортами, и с комбинезоном, с чем хотите. Подошва здесь тоже интересная, рифленая, не скользит. Вот, вот такие вот ботиночки. Очень интересные. У них, конечно, там есть и кроссовки, но кеды мне нравятся больше, так как они легкие, удобные и достаточно долговечные. То есть мне вот таких вот кед именно с заявкой на именно белый, ну, чуть-чуть потом желтоватый цвет хватает на один сезон летний. Вот, ну, может быть, даже на полтора. В зависимости от того, как вы будете за ними ухаживать, и где вы в них будете ходить, и как часто вы будете в них ходить. Вот, ну, в общем-то, кеды приличные, так что посмотрите. Это у них, по-моему, новинка как раз-таки, новая какая-то коллекция вышла. Вот, поэтому присмотритесь. Возможно, на вас тоже это заинтересует. Ну, собственно говоря, вот и все. И весь мой небольшой был заказ в магазине Wildberries, покупочки. Присмотритесь, сейчас у них там много скидок. И, конечно же, если вы выбираете сланцы, обращайте свое все-таки внимание на материал, из которого они сделаны. Надеюсь, что эти сланцы мне прослужат дольше. В предыдущих видео, опять же, покажу вам. Я покупала сланцы от же за 200 рублей, по-моему. Они мне прослужили два года, по-моему. Но при этом они не пахли и достаточно были износостойкие, в том числе при выходе из душа. Ну что ж, всех с наступающими праздниками. Всем пока.